В условном операторе if можно воспользоваться не только операторами вывода и присвоения, но и другими операторами, в частности другим оператором if. Давайте рассмотрим пример. Итак, задача звучит следующим образом. У нас есть число, нужно определить его знак. Оно является положительным, либо отрицательным, либо нулем. Итак, давайте проанализируем нашу программу. У нас есть число n, которое вводится с консоли. Мы его сравниваем с нулем. Если наше число больше нуля, то мы выводим, что оно положительное. Если же наше число не больше нуля, то мы заходим в else. В else у нас происходит следующее действие. У нас опять проверяется наше число с нулем. В данном случае у нас уже проверяется на меньше нуля. Если наше число меньше нуля, значит оно отрицательное. И выводим на консоль то, что наше число отрицательное. И если же наше число не отрицательное, значит оно равно нулю. Так как оно не больше нуля и не меньше нуля. Если наше число не больше нуля и не меньше нуля, значит оно равно нулю. Продолжение следует...